15 декабря 1840 года в Париже провожали траурный кортеж. В нем находились останки человека, который умер 20 лет назад. И многие из тех, кто некогда проклинал его, теперь склоняли голову перед гробом. В котором лежал Наполеон I Бонапарт. Великий полководец, французский император, заложивший основы современного французского государства. Или тиран, который принес стране много проблем. Каким же он был на самом деле? Наполеон, которого ошибочно считают другом России, который мог предоставить ей какие-то особые условия экономического и политического развития. Вот он какой-то такой эталон. По нему мы сравниваем тех людей, которые обращаются к нам за психотерапией, и при этом они имеют невысокий рост. Таких-то личностей, наверное, ты был раз-два и обчелся. Завоевал половину Европы, и пока она вся против него не объединилась, держал ее в кулаке. Только научная литература, посвященная Наполеону Бонапарту, составляет целые библиотеки, сотни клубов объединяют его поклонников. И молодые люди, любители военной истории устраивают реконструкции самых знаменитых его битв. Нет, ну правильно Пушкин сказал. Мы все глядим в Наполеона. В 1769 году небольшой остров Корсика утратил свою независимость и теперь принадлежал Франции. Местный дворянин, адвокат Карлы Бонапарта и его жена Летиция, как и другие повстанцы, которым так и не удалось победить захватчиков, вернулись домой. И вскоре у них родился второй после первенца Жозефа сын. Назвали его редким именем Наполеоне. И Наполеон родился, по его словам, в тот год на Корсике, когда его родина погибала, как писал он сам. Он вырос с мыслью о том, что он находится на острове, которым управляют его враги, а именно французы. Наполеон говорил о Корсике так, что там совершенно особенный воздух, и я бы узнала его даже с закрытыми глазами. Первое его впечатление – это общение с женским полом. Девочка, с которой он сидел рано утром на дереве, мы вместе ели вишню. Ничего более радостного и счастливого, я, говорит, вспомнить не могу. Наполеоне рос шустрым ребенком. Во время детских игр он, небольшой и подвижный, успевал напасть на добродушного увольня Жозефа, надавать ему тумаков и скрыться, прежде чем старший брат мог за себя постоять. Пройдут годы, и внезапность и стремительность станут фирменным почерком полководца Бонапарта. С ним никто не любил драться, хотя он не был крупным и сильным. То есть с ним не любили ссориться, потому что он дрался до крови и до последнего, не будучи сильным физически и подготовленным непосредственно к драке. Мы можем говорить о декомпенсации характера, особенности характера, когда эти особенности вступают в конфронтацию с обществом. Тогда мы говорим о декомпенсации психопатии, которая по своей сути, по своему характеру, мало чем отличается от одной из форм шизофрении. Со временем детей в семье Бонапарта становилось все больше, а денег не хватало. И родители задействовали свои связи, чтобы пристроить старших сыновей за казенный счет во французские военные школы. Наполеону, диковатому ребенку, который все детство играл с деревенскими мальчишками, в новом коллективе пришлось несладко. Даже когда он стал уже взрослым, будучи императором, он говорил с итальянским акцентом. Однажды, когда дети играли в снежки, был такой случай во Франции, вдруг выпал снег, дети разделились на две команды, Наполеон стал командовать одной из детских групп, и он придумал так, чтобы враги оказались лицом против солнца, и поэтому его команда легко забросала их снежками. Он, получая от мамы поутру сладкую булочку на весь день, когда он шел в школу, то он эту сладкую булочку в местном гарнизоне выменивал на кусок ржаного сухого солдатского хлеба. Ну, когда это стало известно, он сказал, я буду солдатом, мне надо привыкать питаться тем, чем питаются солдаты. Или он сам стоял на часах перед входом в свой дом в любую погоду и заставлял братьев. В 16 лет Бонапарт окончил военное училище. Это было тяжелое время. Его отец умер. Мать едва справлялась с шестью младшими детьми. Тогда Наполеон служил в артиллерийском полку в провинциальном городке Аксоне. Помогал семье деньгами, а сам голодал, носил старую шинель, питался хлебом. Остающиеся гроши тратил на книги. А молодые девицы называли маленького офицера в разношенных ботфортах котом в сапогах. Тем временем во Франции началась революция. Часть депутатов генеральных штатов отказались исполнять волю короля, а взбунтовавшиеся парижане штурмом взяли Бастилию. Никто поначалу не мог предположить, чем все обернется. Но события развивались стремительно. Король потерял власть и был казнен. А дальше все происходило, как обычно. Революция, контрреволюция, мятежи, анархия и большая война. Бонапарт отправился на родину и активно участвовал в местной политической борьбе на стороне революционных сил. Французская революция, начавшаяся в июле со взятия Бастилии, заставила Наполеона определиться, кто он. Свободный корсиканец, который ненавидит французов-завоевателей. Или француз, радеющий за интересы своей страны. Переворот, который произошел во Франции и который в конечном счете привел к свержению французской монархии, он, безусловно, приветствовал. Он рассчитывал, что Корсика получит статус федерального округа Франции. Она будет независима от королевской власти и от аристократии. В 1793-м капитана Бонапарта отправили в армию, осаждающую мятежный Тулон. Молодой артиллерийский офицер предложил штурм, спланировал его, был ранен и повышен сразу до генерала. И все шло прекрасно, но после очередного переворота в Париже радикальные революционеры оказались не в чести. И Бонапарт уже подумывал об отставке. К тому же у него появилась невеста, дочь богатого марсельского торговца Дезерек Лари. На ее старшей сестре ранее женился Жозеф Бонапарт. Почему бы младшему брату тоже не обрести семейное счастье? Но тут в жизни молодого человека появилась она. Жозефина де Багарне, вдова казненного в революцию генерала, искала себе опору в жизни. Она была наделена даром покорять мужские сердца, и Наполеон не мог устоять и влюбился в нее. И они женились. Но Жозефина была старше его на шесть лет. В ту пору это казалось странным. Поэтому документы им исправили. Наполеону накинули полтора года, а Жозефина помолодела на четыре. В день свадьбы будущий император вручил ей кольцо с сафиром и надписью «Это судьба». А супругом брошенной невесты Наполеоне Дезерек Лари стал молодой офицер Бернадот. Пройдут годы, и при содействии императора Наполеона маршал Бернадот станет наследником шведского престола, а затем и королем, а его жена – королевой. Вот только Дезерек так и не смогла разлюбить своего Наполеона. А он ни о ком не думал, кроме Жозефины. Жозефина относилась к нему сначала довольно прохладно. В ее глазах он был просто чудак, который согласился жениться на женщине, которая, в общем-то, как все говорили, уже утратила былую свежесть. Но он этого не замечал. И даже потом в своих записках он вспоминал о том, какой у нее был невероятно мелодичный голос. В ней не было ничего, что бы меня раздражало. Я всегда любовался ее движениями. Я любовался тем, как она снимает или надевает чулки. Он любовался ее походкой. Через два дня после свадьбы генерал Бонапарт в дни мятежа сторонников восстановления монархии отправился командовать армией на юг. У его солдат не было даже нормальной одежды и обуви. В них никто не верил. Но молодой генерал заявил – «Солдаты, я отведу вас в самые плодородные долины Европы». Стремительный бросок по побережью под носом у британских кораблей и многочисленные победы. За семь месяцев австрийцы были вытеснены из Италии, а имя молодого командующего стало известно по всей Европе. Сувуров сказал свои знаменитые слова. О, как он шагает, как широко шагает. Этот молодой Бонапарт. В 20 лет он уже постиг все тонкости тактики. Но при этом он сделал такое замечание, что как полководец, да, но не дай бог, если он бросится в водоворот, в вихрь политический, как будто бы предвидя его судьбу. Наполеон уже рвался покорять британскую Индию. Но отвоевать самую богатую английскую колонию у главного врага французов не получилось. На пути из Египта в Сирию и осады турецкой крепости Яффа в плен к французам попало 4 тысячи солдат. Офицеры Наполеона обещали им жизнь. Узнав об этом, командующий пришел в ярость. У него не было средств кормить их и охранять. И Бонапарт приказал их расстрелять. Его армия была не настолько велика, чтобы позволять себе еще выделять много солдат на вот такое мероприятие. Да все что угодно. Все-таки я склоняюсь, что на войне, как на войне. А лагер, ком а лагер. Тем временем директория из-за своей коррумпированности окончательно утратила поддержку французам. Наполеон места себе не находил. Мало того, что судьба Франции решается без его участия, так вдобавок он узнал, что любимая Жозефина ему не верна. Оставив армию, он на небольшом суденушке проскочил под носом у караулившей его британской эскадры и прибыл во Францию. С женой несколько дней не разговаривал, пока она слезами и рыданиями не вымолила у него прощения. А вот с политиками, которые предлагали ему свергнуть правительство, он беседовал охотно. И в конце 1799 года произошел бескровный переворот. Власть оказалась в руках трех консулов. Но лишь один из них обладал амбициями и волей к власти. Это был консул Бонапарт. Переворот 1799 года поставил точку во Французской революции и показал, как ошибались те, кто видел в генерале Бонапарте только недалекого солдата, который готов оставаться на вторых ролях. Путем заговора и опираясь на преданных ему военных, Бонапарт под предлогом спасения республики от мифических врагов назначил себя командующим парижским военным округом и, разогнав высшие органы власти, установил режим диктатуры трех консулов. Ему много кто помогал. Все это обустроить у него были деньги. Тот же Толеран ему помогал. У кого получить деньги на военный переворот. Ну и те, у кого были деньги, им объяснили, либо вы сейчас, ребята, даете деньги, либо на нары. И чтобы государство функционировало, нужен свод законов. А свод законов мог дать только человек с сильной руки. В то время Франция была в упадке, и первый консул занялся внутренними проблемами. Приструнил нечестных банкиров и чиновников, провел успешные реформы. Положение в стране стабилизировалось. А не стать ли мне императором, подумал Наполеон, а Францию сделать империей? На референдуме за это решение проголосовали почти все. И во время пышной коронации, за миг до того, как римский папа должен был возложить корону на голову Наполеона, тот возложил ее себе на голову сам. Ну, потому что у него было непомерное честолюбие, лично у него. И, как говорил о нем Толеран, лавры Карла Великого не дают ему покоя. То есть Карл Великий – это первый объединитель тех земель, которые потом станут французскими. Но он хотел быть номер один. Чтобы наследником империи, которую он создавал, стал его сын. То есть здесь уже поднялся вопрос о наследственной монархии. И Наполеон считал, что таким образом он тоже как-то присоединяется, входит в семью европейских монархов. И, несмотря на политические различия, он таким образом может отвоевать себе место среди них. Наполеон хотел быть первым во всем. Например, его совершенно не устраивал собственный рост, который составлял 169 сантиметров. Хотя по меркам тех времен во Франции такой рост считался средневысоким. Несмотря на это, именно Бонапарт вошел в историю психоанализа. И даже придумали термин «Наполеонов комплекс». Легенды тех времен приводят к нам такие примеры, когда он даже реагировал, допустим, на замечание одного из своих офицеров, который хотел достать вот эту знаменитую фуражку Наполеона, шляпу Наполеона. Сказал, давайте я, я выше. А что он сказал? Вы не выше, вы длиннее. Понимаете, для него даже эти слова были очень обидными, важными. Маленький мужчина – гиперкомпенсация. То есть он должен быть в чем-то лучше. Во Франции появился пышный двор. Вчерашние генералы стали маршалами и герцогами. Но величие империи должно достигаться завоеваниями, считал император. И уже готовил армию к высадке в Англии. Но французский флот был заперт британским в портах Испании. Англичане создали антифранцузскую коалицию. Туда вошли Австрия и Россия. А французы окружили. Передовые австрийские части вынудили отступить русскую армию под командованием Кутузова на территорию нынешней Чехии. Сражение при Аустерлице показало гениальность французского полководца. Солнце Аустерлица навсегда осталось для Наполеона символом победы. Я стоял на этом поле и пытался представить себе, что он испытывал в те минуты абсолютного счастья, абсолютного триумфа. Он одержал победу, которая войдет в историю. Единственное, что портило ему настроение, это разгром французского флота у мыса Трафальгар. Победу над французами одержал британский адмирал Нельсон. И отныне Великобритания, настойчивый и упорный враг, оказалась недосягаемой. Вот что испортило Наполеона настроение. Тем не менее, Наполеон чувствовал себя хозяином Европы. Одно печалило властителя. Его брак оставался бездетным. Жозефина намекала, что дело в нем, ведь у нее от первого брака были дочь и сын. Но в 1806 году у Наполеона возник роман с графиней Валевской. Родился сын. Значит, дело в Жозефине. Наполеон решил жениться на настоящей австрийской принцессе Марии Луизе. Теперь нужно было как-то поговорить с Жозефиной. С которой он очень тяжело расставался, когда он принял решение. И те, кто видел сцену их расставания, то помнят, что Наполеон обливался слезами и плакала Жозефина. Тем временем отношения с Россией у Франции становились все сложнее. Из-за польского вопроса, из-за несоблюдения русскими условий блокады Англии, из-за наполеоновского властолюбия. Собрав невероятную по размерам армию, численность которой превосходила 600 тысяч, и в которую входили войска двух десятков подконтрольных и союзных государств, летом 1812 года Наполеон вторгся в Россию. Это была очень большая ошибка. И в ту пору тем более победить Россию с ее необъятными просторами, с ее исключительно большими материальными ресурсами, ну, с ее климатическими условиями, с особым настроем народа, в частности, русских солдат, на чью территорию так глубоко лет 200 никто не вторгался. Когда уже в командование вступил Кутузов, то он реализовал то, что ему не удалось сделать в 1805 году. Растянуть коммуникацию французов настолько, что им стало трудно получать снабжение из Франции. Даже из Франции, собственно говоря, до Наполеона не доходила почта, потому что ее перехватывали партизаны. Русская кампания обернулась трагедией страшного отступления в ледяном аду под ударами казачьих отрядов, партизан и регулярных войск. Наполеон не сумел разбить русские армии до их соединения, не смог окружить их под Смоленском, не одержал решительной победы при Бородине. Вернувшись во Францию, Бонапарт долго никому не признавался в поражении. Наполеон научился одерживать победы блистательные, оглушительные, но он не научился терпеть поражение. Он не мог смириться с мыслью, что иногда нужно остановиться, отступить, что не все в твоих силах. Он просто не мог смириться с этой мыслью. И это, пожалуй, причина его дальнейших поражений и проигрышей. Против Франции сложилась коалиция сильных держав. Наполеон отказался от предложенного мира на условиях возвращения Франции границам 1792 года. И даже после поражения в грандиозной трехдневной битве народов под Лейпцигом осенью 1813-го, он верил, что все еще можно исправить. И последнее сражение на Березине – это 30-тысячные потери. Лучшие войска он, безусловно, потерял в России. И кроме того, во Франции увеличился процент дезертирства. Мало кто хотел служить в армии. И вот эта насущная идея мира, которая вернет и свободу торговли, и свободу перемещения, и снимет блокаду с континента – все это было против Наполеона. Весной 14-го Наполеон отрекся от престола и был отправлен на остров Эльба в Средиземном море. Но оттуда ему удалось сбежать. Император Людовик XVIII отправил навстречу к корсиканскому чудовищу 30 тысяч солдат. Наполеон подошел к ним и воскликнул. «Солдаты! Кто из вас хочет выстрелить в своего императора? Да здравствует император!» С таким приветствием войска правительства встали на его сторону. Но удержать трон Наполеону удалось лишь 100 дней. После проигрыша при Ватерлоу он почему-то решил сдаться британцам. На этот раз в местном ссылке ему выбрали маленький остров Святой Елены в Атлантическом океане. Вот для герцога Веллингтона, который нанес его поражение Наполеону при Ватерлоу, он побывал на острове Святой Елены. Для него это был курорт. Он там поправлял здоровье после военной кампании. А Наполеон на острове Святой Елены провел почти 6 лет. Скучал, диктовал мемуары, страдал от ревматизма, дизентерии и головокружений. Ему становилось все хуже. В мае 1821 года Наполеона Бонапарта не стало. Причина смерти – рак желудка. Та самая болезнь, которая унесла жизнь его отца. Незложенный император был похоронен на острове Святой Елены в долине могилы. Ну, он добился того, что Франция стала на какой-то промежуток времени одной из самых великих держав. И Франция показала всему миру, что буржуазный строй – это тот строй, который позволяет стране прогрессировать, двигаться дальше. Но другое дело, что его военные захватнические, глобальные проекты по сути дела перекрыли все то положительное, что, в общем-то, он хотел сделать. Наполеон завещал похоронить себя во Франции. Через 19 лет после его смерти последний французский король, Луи Филипп I, договорился с британским правительством и останки Бонапарта были перезахоронены во дворце инвалидов в Париже. Сейчас там некрополь, где покоятся знаменитые французские военные деятели. Я была в доме инвалидов, где похоронен Наполеон. Мне экскурсовод сказала, что больше всего посетителей, вот по Наполеону, в наполеоновских залах, и угробница Наполеона из России. Потому что культа Наполеона во Франции не существует. В войнах наполеоновской эпохи за 15 лет мир потерял около 3,5 миллионов человек. Конечно, несправедливо винить в этом одного правителя. Многие державы готовы были платить жизнями за свои интересы. Но то, что Наполеон Бонапарт направил огромный талант в первую очередь на дело разрушения, вряд ли может быть оспорено. И в годы наполеоновских побед, и после того, как он ушел в мир иной, огромное число людей во всем мире видели в нем образец для подражания и хотели быть таким, каким он был, пожалуй, мало кто из них сознавал, что на самом деле он потерпел поражение. Бонапарт когда-то уверенно говорил, что история меня оправдает. На самом деле история и по сей день не определилась, как его оценивать. И мы не будем с этим спешить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова